Ивановские кикбоксеры наконец отпраздновали новоселье. В воскресенье центр кикбоксинга заработал на базе городского центра притяжения. Здесь спортсменам выделили просторный светлый зал. Федерация на свои средства его отремонтировала. Из неблагоустроенного помещения, которое долгое время не использовалось, получилась отличная тренировочная база с профессиональным рингом. А ринг – это сердце кикбоксинга. Это соревновательный настоящий ринг с 7 на 7, боевая зона 6 на 6, которая здесь будет не только в тренировочном процессе задействована, но, надеюсь, думаю, что будем соревнования проводить. Долгое время своего центра у ивановских кикбоксеров не было. Приходилось арендовать залы на базе спортивных школ. Соответственно, и время для тренировок было ограничено. Мы тренировались в конкретное время. У нас был вечер, это в основном с 8 до 10 вечера. В это время, к сожалению, не всем получается ходить, ввиду занятости родителей, к примеру, или детей неудобно возить, а потом добираться. Поэтому желающих заниматься много, но не было возможности заниматься. Но и существуя в таких условиях, ивановцы не раз занимали призовые места на соревнованиях различных уровней. Теперь же, когда будет возможность посвятить больше времени воспитанию чемпионов и даже проводить на базе центра кикбоксинга соревнования, результаты не заставят себя долго ждать. Кроме того, новый зал позволит на 20% расширить набор в секцию кикбоксинга. Заниматься могут взрослые и дети, мальчишки и девчонки в возрасте от 5 лет и старше. Для каждого найдется своя категория и удобное время. У нас основные те виды, по которым мы выступаем, это фулл контакт, полуконтакт, лоу кик, К1. Но это основные, которые востребованы. Есть версии лайт контакт, с которой начинают дети заниматься, то есть не в полную силу, где сильные удары запрещены. И также это для девушек может быть, не только для девушек, а опять же для людей с ограниченными какими-то возможностями, которые не могут по состоянию здоровья выступать в более жестких версиях разделах кикбоксинга. Существует такой раздел, как стольные композиции. Дети, которые учатся в первую смену, они будут заниматься в послеобеденное время, выбрав, естественно, с родителями удобное время для тренировки. Дети, которые учатся во вторую смену, для них предусмотрены утренние часы тренировок. В Ивановской области кикбоксингом занимаются порядка 300 человек. Большая часть из них в областном центре. Так что открытие тренировочной базы – большое событие для регионального спорта. Тренировки в новом зале начнутся уже в среду. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.